здравствуйте это подкаст медуза текст недели меня зовут александр филимонов на этой неделе госдума прямо перед окончанием весенней парламентской сессии в экстренном и весьма скрытным от граждан режиме приняла пакет законов фактически знаменовавших жесткую военную реформу в россии стране которая без того развязала незаконную агрессию в отношении соседнего государства теперь призывной возраст для россиян поднимут до 30 лет призывникам после вручения повесток будут закрывать выезд за границу а тем кто не захочет явиться в военкомат чтобы отправиться на войну будут выписывать огромные штрафы многие из этих поправок были обнародованы буквально за несколько часов до голосования главный проводник военной реформы в госдуме председатель комитета по обороне андрей картополов напрямую заявил этот закон написан под большую войну под общую мобилизацию и сейчас этой большой войной уже попахивают как именно госдума ужесточила законодательство военной службе подкасте текст недели рассказывают редактор рубрики разбор денис дмитриев и петр собожников денис петя привет 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 давайте кратко восстановим хронологию министр обороны сергей шагу объявил военную реформу анонсировал еще в конце прошлого года 22 но тогда она поддавалась совершенно другом ключе предполагалось что будет повышаться на три года и нижний верхний порог призывного возраста то есть вместо временной рамки 18 тире 27 лет обещали сделать 21 тире 30 и говорили что будет некое поэтапное повышение в итоге вот после полугода тишины появился депутат картополов который внезапно объявил что ничего подобного концепция изменилась будем как раньше призывается 17 но уже до 30 помимо этого депутата никто из властей не минобороны не администрация президента ничего не комментировали у самого картополова аргументация тоже очень противоречивая в результате о поправках было известно только на словах и документ появился только там за несколько часов до голосования как я уже сказал и не без скрипа был принят депутатами не как обычно когда все голосуют за там были критики и в парламенте и в совете федерации и даже спикер госдумы вячеслав володин во время заседания кажется отсутствовал то есть ввел заседание его заместитель расскажите пожалуйста что дает этот закон государству вот с точки зрения как выразился картополов большой войны которые по факту то уже давно идет сложно сказать я наверное чуть-чуть вернулся были на шаг назад рассказал про первую версию законопроекта до картополов когда рассказывал о том почему они собираются оставить нижнюю границу прежние конечно его первый аргумент он был сильно натянутый потому что он заявлял там что хотят дать шанс молодым ребятам которые там ждали что они 18 лет уже могут пойти там отслужить этот аргумент несостоятельно потому что на самом деле первая версия законопроекта несмотря на то что повышали нижнюю границу там как раз молодым ребятам от 18 до 21 года оставляли опцию что они могли если захотят пойти служить то есть надуманная проблема которая якобы решается таким изменением с другой стороны тоже неочевидная вещь была связана с тем что минобороны повысили верхнюю границу и одновременно планировали повысить нижнюю границу таким образом что по факту получалось бы что первые два-три года они могли бы призвать даже меньше людей чем до реформ это связано с тем что они я не знаю не учили может не посчитали тот факт что в первые годы после реформы ну вот условно двадцать четвертый год когда они на три года сразу увеличили бы верхнюю границу призванового возраста но всего лишь на один год нижнюю границу увеличение верхней границы призванового возраста им не дало бы никакой выгоды потому что к тому времени молодые люди которые достигли уже 27 лет они могли попасть в запас а тех кто у нас в запасе призвать на срочную службу уже нельзя потому что такого механизма не было и на самом деле депутаты явно знали про это потому что в первой версии законопроекта они тоже оставляли такую опцию они говорили что молодые люди от двадцати семи до тридцати лет которые не были призваны и уже попали в запас мы им даем типа возможность если они сильно захотят могут пойти отслужить срочную службу и возможно ну у меня предположение что в минобороне наконец посчитали поняли что краткосрочно как минимум перспективе им невыгодно таким образом повышать призванный возраст и они решили эту проблему тем что оставили нижнюю границу прежней и тогда там получается чуть-чуть похоже потому что двадцать четвертом году никаких преимуществ не будет тоже за счет того что призывники которым вот в этом году 27 лет исполнится или уже исполнится 28 29 там в следующем году если их уже зачислили в запас они не попадают под призыв несмотря на повышение вот этой верхней границы до 30 лет но в перспективе до в перспективе это дает увеличение как мы посчитали вот этой базы общей ну то есть у нас не было цифр потому как призывают каждый год на срочную службу в каких возрастах каких пропорциях поэтому мы не могли детально посчитать но вот общую базу молодых людей примерно прикинули что это на 2 миллиона будет больше понятно что часть из них не может быть призна по состоянии здоровья какие-то отсрочки у них но все равно это довольно существенное такое увеличение там процентов на 25 не знаю мне сложно сказать зачем им это надо возможно это связано с еще одним решением прошлогоднем путина о том что они планировали увеличить штатную численность армии то есть завели наверное уже распределили штатную численность там по частям конкретно теперь надо постепенно заполнить людьми и всякие разные инициативы по призывникам проще будут загонять скорее всего на контрактную службу то есть законопроект который прошел три чтения уже одобрен советом федерации он отменяет там для призывников в условиях войны мобилизации испытательный срок если он первый контракт заключает там то есть там много разных таких мелочей которые скорее всего показывают что ну предположение естественно то есть да никто так явно планы не анонсировал что возможно это делается в том числе под идущую войну и под в принципе увеличение армии которая была запланирована еще в конце прошлого года да я пытаюсь вспомнить цифру которую анонсировал тогда шайгу с путиным полтора миллиона или что ли да там на 137 тысяч человек больше вот и за счет этого да вот прям военнослужащих будет больше миллиона гражданских служащих еще там несколько сотен тысяч их что не изменится планировали увеличивать именно число военнослужащих я вот конечно сейчас когда ты сравниваешь то как менялся законопроект в первом и во втором чтении начиная уже думать что власть традиционно сыграла в такую многоходовочку по обману населения и в общем как будто бы серьезно обсуждать что они там делали в первом чтении что выдумывали и высчитывали как будто в этом нет никакого смысла потому что конечный результат как будто бы был просто поднять верхнюю планку и значит вполне возможно что так оно и было как бы я вообще не исключаю да в том числе потому что вот эти изменения в последний момент сделали очень быстро несмотря на то что там какие-то сенаторы даже говорили что давайте повышать нижнюю границу тоже как изначально задумывали все легко очень продавили и быстро все все приняли одобрили можно дальше обывательские спрошу понятно ли из этих вот большого пакета законов которые принят регламентируется ли кого как будут отправлять на войну уже если там какие-то намекания то есть мы понимаем что путин и шойгу убеждали всех что у нас на войне только контрактники только профессиональные военные срочников туда отправить не будет но мы все знаем что это неправда какие-то в этих законах предусмотрены опции с контрактами для срочников и предполагается что очевидно они могут пойти на войну ну то есть понятно же что как бы контракт заключается добровольно но и минобороны тоже умеет принуждать что она называется да такие опции были до этого в этом плане ничего не изменилось просто минобороны предложила заключать контракты на более короткий срок в том числе есть такая опция как заключение месячного контракта но в целом это не меняет ситуацию потому что любой контракт который заключает срочник он по сути становится бесконечным потому что во время мобилизации уволиться в запас нельзя но это тоже та история которая не проговаривается официально и не проговаривается на уровне документов да потому что мы все знаем как была объявлена мобилизация был подписан указ путина где и даже есть секретные главки до которые мы не знаем точная численность там и как это все действует и потом когда объявили что мобилизация закончена его спросили а чё у каста будет он сказал да мы посвящались юристами решили что не надо но как раз рубрика разбор грамотно рассказала что это как раз таки ничего не значит наоборот значит что мобилизация в стране до сих пор продолжается все так да 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 разумеется она продолжается никакого указа путина не было и в этом плане ничего не изменилось а что тогда есть новые пачки законов про мобилизованных есть какие-то новые ограничения для них ну в первую очередь наверное стоит сказать про штрафы потому что они существенно выросли если раньше максимальный штраф за неявку военкомат был до 3000 рублей то он сейчас он вырос в 10 раз и составляет 30 тысяч рублей я думаю что для среднего россиянина это довольно таки существенная сумма кроме этого наверно нужно сказать про штрафы для работодателей потому что они тоже существенно выросли раньше наказывать могли только должностных лиц которые не выполнили требования военкомата теперь наказывать будут саму компанию и штрафы доходят до 500 тысяч рублей неплохо там есть какие-то положения тоже опять в этих законах которые что-то ограничивают человеку по находящемуся запасе нет ну по поводу запаса не запаса повышение возраста призывного там есть еще такой очень важный нюанс что потенциально ребята например которым сейчас исполнилось 27 лет в этом году могут пойти военкоматы и потребует чтобы их зачислил запас ну потому что по действующему закону после 27 лет проходишь медкомиссию личная явка получаешь военный билет и следующие два-три года тебя уже гарантированно не призовут на срочную службу да то есть ты как бы здесь защитился тебе уже не придет повестка которая запретит тебе там вы из-за границу что-то еще казалось бы но на самом деле непонятно что здесь хуже потому что когда тебя зачисляет запас тебя могут мобилизовать в любой момент или объявить явно волну мобилизации или не знаю каким образом сейчас скрытый наверное в первую очередь убеждают на контракт подписывает в том числе срочников которые служат срочную службу в армии вот и здесь мы тоже не понимаем что людям советовать уходить в запас чтобы тебя не призвали на срочную а там не надавили не заставили потом подписать контракт или ждать когда тебе придет повестка по мобилизации и там будет все то же самое то есть все те же ограничения ты становишься невыездным если на 20 дней кажется ты проигнорируешь эту повестку то против тебя могут уже вводиться разные ограничения там тебе не буду давать кредит ты не сможешь заключать сделки с недвижимостью запрещено управлять транспортными средствами ну то есть там очень-очень сильно ограничивают в правах непонятно где как бегать скрываться всего этого дела и государство сделала выводы из прошлогодней истории с мобилизацией и кажется выглядит так что попытался подоткнуть вообще все все дыры которые там были обнаружены и фактически жители россии мужчины которые сейчас находятся стране они как в ловушке такой находится да действительно то что ты описываешь у меня прямо безвыходная вилка да просто не туда не сюда я думаю мы забыли про еще одну дыру упомянуть которую заткнули депутаты раньше мы предполагали что при запрете на выезд у человека будет семь дней для того чтобы выехать из страны потому что предполагалось что только через семь дней после публикации повестки в специальном реестре ему вы из запретят депутаты изменили эти правила и теперь с момента отправки повестки что электронный что заказным письмом без разницы человеку закрывают выезд из россии то есть этого за дело в семь дней теперь к сожалению больше не будет но опять же можно только гадать но кажется вот все что вы описываете это вот как раз то о чем говорил картополов что значит это написано под общую мобилизацию как он их арктиризал видимо вот это то что уже прямым текстом практически анонсируется раньше это называлось частичной мобилизации а теперь уже мобилизация которая коснется всех и каждого если какие то еще все-таки выходы избежать этого потому что ну как государство нам похоже дает вариант типа армия смерти ли тюрьма да и но еще какой-то может быть вариант за границу это я слышал что франция например обещала дать убежище людям которые не хотят служить и пытаются убежать и вот это все да на этой неделе многие сми опубликовали такую новость в том числе и опубликовала и медуза так было сказано в пресс-релизе французского суда но если внимательно вчитаться в само решение то станет понятно что эта ситуация из разряда когда убьют тогда и приходите то есть к сожалению для того чтобы доказать что вам действительно грозит мобилизация нужно предоставить повестку это самое веское доказательство пока что французские суды признавали весомым пруфом только это но при этом как мы уже раньше сказали россияне больше не смогут выехать страны после получения повестки поэтому на это могут рассчитывать наверное только люди которые уже находятся в европе и которым возможно повестка придет через электронный сервис или по почте и близкие смогут ее сфотографировать россияне которые находятся в россии могут рассчитывать наверное только на то что покинут ее нелегально с повесткой уже после этого попробуют податься на убежище в европе тоже довольно безвыходной ситуации конечно наверное еще можно сказать про возможность написать заранее заявление на альтернативную службу в прошлый период мобилизации это спасло многих людей в законе прописана возможность служить по агс во время мобилизации но нет законных актов которые бы регламентировали как именно это происходит поэтому по сути военкоматы просто отстали от людей которые написали такие заявления потому что видимо их было не так много во первых во вторых просто не знали что с ними делать поэтому заранее написать такое заявление это в общем-то один из способов хотя бы как-то подстраховаться я кстати говоря пользу случаем еще отрекомендую вам недавний выпуск подкаста что случилось от 27 июля в котором влад горин как раз обсуждает как в условиях новых вот этих правил призыва не попасть на фронт и обсуждают вместе с руководителем антивоенного проекта идите лесом григорием свердлиным обязательно послушайте хорошо давайте перейдем ко второму блоку который тоже довольно интересный и не очевидный потому что законе о повышении призывного возраста отдельной главкой прописаны дополнительные поправки про так называемые специализированные предприятия военные компании что в общем абсолютно никак не связано с основной темой и кажется этот трюк госдума уже не впервые поворачивая да по моему уже были такие прецеденты это прямо вот с самого начала так называемой специальной военной операции на самом деле войны с украиной то есть когда вот принимались все цензурные законы они точно таким же образом то есть ко второму чтению внезапно в законопроект который уже прошел первое чтение там уже были пояснительные записки вот это все внезапно вносятся изменения которые кардинально меняет его суть который практически не относится там первоначальном задумке депутатов и да это и ускоряет процедуру очень сильно и даже не дает опомниться понять что произошло то есть хоп и все мы живем уже в новой реальности да это очень поразительная страшная история я сейчас просто чуть-чуть про формулировки вас спрошу отдельно там значит в законе прописывается что вот эти все нормы которые не принимаются да они действуют в период мобилизации военного положения или военного времени а что такое военное время да до некоторых пор было непонятно что такое военное время потому что такое определение было в головном кодексе российском но при этом она не была расшифрована но не так давно верховный суд пояснил что это такое военное время считается начавшимся после официального объявления войны в случае необходимости выполнения международных договоров и также в период с момента фактического начала военных действий то есть последняя формулировка подходит под текущий момент и суды в россии вполне могут объявить нынешнее время военным да у меня как раз был типа внимание вопрос знатокам сейчас-то какое время в россии сейчас что у нас формально войны нет да у нас форма я специальная военная операция бутона неolnны время военное но время время нам очевидно что время военное но вот как бы юридически это как-то видимо пока еще не оформлена приняли но пока нам не сказали что у нас вот наверное военные будет когда пойдут какие-то дополнительные обоснования то мы будем говорить что он так хорошо собственно теперь про сами эти вот странные нововведения про специализированные предприятия. Что это за структуры-то такие? Объясните, пожалуйста. Ну, еще раз, поскольку это было очень внезапно введено в законопроект, и там даже не было объяснительной записки к первому чтению, мы знаем об этом очень мало. Мы можем только предполагать. То, что известны из законопроекта, такие компании создаются по инициативе президента, их создает губернатор, контролирует их региональное правительство. Что они должны делать? Какие задачи у них? Они относятся к так называемой ведомственной охране. То есть полномочия вот такой охраны — это, собственно, охрана различных объектов. И в законе о ведомственной охране специально прописано, что, допустим, оружие такие подразделения могут применять только на территории этих объектов, либо в случае, если на них нападут. При этом интересно, что в законопроекте отдельно прописаны полномочия Москвы. То есть, если в других регионах такие подразделения создаются по инициативе президента, то в Москве они могут быть созданы просто через договор мэрии с Росгвардией. И это касается ровно одного региона, да? То есть в других регионах это не такая процедура? Тут дело в том, что в Москве та самая ведомственная охрана уже была создана. Она была создана еще в марте этого года указом правительства Москвы. И там немножко более подробно раскрываются ее полномочия. Допустим, московскую охрану могут привлекать к территориальной обороне, к защите населения от разных чрезвычайных ситуаций. И еще есть такая формировка для обеспечения правопорядка в период нарастания угроз. Не ясно, что это значит, но... Московский законопроект, это тоже он этого года, да? Да, он апреля этого года. Интересно, и он только про метро во время войны. Но при этом мы знаем, что очевидно пока что эта московская охрана ведомственная до конца не сформирована, потому что до сих пор выходят разные вакансии на российских сайтах, связанные с этой ведомственной охраной. Ну и не так много времени прошло с тех пор, как правительство выпустило свое постановление. Поэтому мы можем только догадываться, для чего она в принципе нужна. Да, там, по-моему, в функционале вот этих специальных государственных унитарных предприятий упоминается еще помощь в охране госграницы. То есть я думаю, что кроме Москвы первые, наверное, регионы, которые на очереди, это приграниченные с новыми территориями и те, которые ограничатся с Украиной непосредственно, которые подвергаются обстрелам, куда заходят диверсионные группы. Скорее всего, там и местные губернаторы попытаются воспользоваться такой опцией и вооружить часть, как минимум, местного населения. На самом деле самая большая загадка в том, что терробарона, о создании которой объявил Владимир Путин в прошлом году, она по функционалу очень похожа на ту самую ведомственную охрану. То есть она может охранять госграницу, патрулировать какие-то объекты и так далее. Но есть один нюанс. Терробарона не может иметь оружие. При этом ведомственная охрана может его иметь. То есть это, по сути, очень похожие формирования, которые отличаются только этим. — Получается, что эти поправки, они как раз-таки легализуют и вооружают терробарону, собственно говоря. Можно сказать, что это фактически закон, который дает право регионам, губернаторам создавать свои ЧВК? — Ну, по сути, да. Мы общались с военными юристами. Один из них предполагает, что, возможно, это попытка таким образом легализовать выдачу оружия терробароне. Но это только предположение. Мы не можем знать наверняка. Еще одна версия — это то, что это ответ Кремля на мятеж Евгения Пригожина. Об этом писал он, допустим, журналистка Фольдару Стамова в своем издании. Но это, опять же, только версия. И наверняка мы узнаем только, когда эти подразделения будут сформированы окончательно. — Мне кажется, это довольно очевидный вывод напрашивающийся. Потому что мы прекрасно помним, как еще совсем недавно полдумы ходил, лоббировал законы ЧВК. Там Миронов ходил с этой кувалдой. Потому что, ну, вот же, вот наши герои. А теперь, когда произошло то, что называется мятежом Пригожина, разумеется, все перестали говорить о нем в публичном поле. Но проблема с ЧВК, которые все равно нужны государству, чтобы продолжать эту войну, она существует. Поэтому, конечно, мне кажется, этот момент в законодательстве напрашивается каким-то образом. Возможно, они будут его через такие кривые поправки применять. Если вы можете, расскажите чуть-чуть поподробнее про оружие, чтобы было понятно, как эти структуры будут вооружать, как они должны отчитываться и что они вообще имеют право делать с этим оружием. — Оружие будет выдавать определенная структура, которая определит правительство. Пока неизвестно, что именно это будет. Но исходя из того, что в Москве это делает Росгвардия, мы предполагаем, что это будет именно Росгвардия. — Кстати, под Росгвардию тоже был недавно принят Думой и одобренцев Федом закон, который передает им кучу какой-то техники. — Они поменяли формулировку там с слова «оружие», кажется, замедлено «вооружение» или наоборот «вооружение на оружие», и это дает им возможность обзавестись в том числе тяжелым вооружением. — Кажется, повышается роль Росгвардии в силовой системе государства. — Ну и, наверное, важно, что в плане оружия все завязано на воле президента, потому что в законе отдельно прописано, что после того, как президент подпишет решение о прекращении деятельности этих предприятий, так называемых, через 30 дней все сотрудники этих предприятий обязаны будут сложить оружие, сдать его обратно. — Ну это как ведомственная охрана, то есть полностью подчиняются... — Ну они на самом деле... — Они на самом деле и являются ведомственной охраной по закону. — Там еще было интересно, что им как-то там отдельно было прописано специально, что они имеют право сбивать беспилотники в любых видах, там прям отдельный абзац был для этого предназначен. — Да, в новом законе есть такой абзац, потому что, понятное дело, у ведомственной охраны до этого не было таких полномочий, а теперь вот именно у этих структур они будут. Ну очевидно почему. — Да, в последнее время большому числу ведомств, по-моему, дали такой функционал, там федеральная служба охраны, ну то есть я просто помню эти какие-то законопроекты, что-то еще. Ну потому что, да, война показала, что беспилотники даже для Москвы — это актуальная угроза. То есть чем еще будут заниматься на самом деле ведомственная охрана именно в Москве для меня загадка. То есть что это будет? Это будет какой-то возможностью записаться и ходить патрулировать город, избежать мобилизации и потенциальной отправки на фронт как курорт по сравнению с теми же приграниченными районами. Но, честно, не знаю. Мы увидим, я думаю, еще, когда они будут сформированы, если честь. — Ну, кстати же, ведь ведомственная охрана подразумевает то, что ты как бы сидишь на объекте и охраняешь его, правильно? А то, что заложено в их функционал, что там борьба, например, с диверсантами, то есть они не будут иметь право выходить куда-то там за пределы чего-то. Они же должны охранять, допустим, ну вот посадит смоленский губернатор на АЭС сидеть, его охранять от беспилотников. А вдруг прорывается группа диверсантов. В общем, мы пока стоим перед тем, что закон надо применить на практике и посмотреть, что из этого выйдет. — Да, вопроса больше, чем ответ. — Но если сядывать именно буквы закона, то за пределами этих охраняемых предприятий такая охрана не имеет права применять оружие. Только в случаях, если на нее нападут. Как будет на практике, понятное дело, мы не знаем. Спасибо за внимание. Это был подкаст «Текст недели». Как вы знаете, власти России объявили Медузу иностранным агентам и нежелательной организацией, но это не является значительным препятствием для вас. Вы можете свободно и безопасно продолжать читать наши издания, слушать подкасты, подписываться на соцсети и рассылки, и скачивать наше приложение, которое, во-первых, умеет обходить блокировки Роскомнадзора, во-вторых, в нем вы всегда гарантированно сможете услышать все наши подкасты, поскольку на других платформах РКН иногда требует их удалять. «Медуза» продолжает краудфандинговую кампанию. Если вам не безразлична судьба нашего издания и вы живете за границей, пожалуйста, оформите пожертвование «Медузе». Не обязательно большое, но лучше регулярное. Если вы живете в России, донат может грозить для вас административным и уголовным преследованием, поэтому лучше расскажите о нас своим иностранным друзьям и знакомым. Они могут оформить пожертвования вместо вас, и это можно сделать по адресу support.meduza.io. Спасибо и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok